Итак, мы начинаем цикл тренингов по работе с предприятиями. Мы будем рассматривать все подряд, все по очереди возможности. Мы будем рассматривать работу с магазинами, будем рассматривать более глубокую работу с магазинами, с СТО, с АЗС, предприятиями автотранспортными, муниципальными, и будем рассматривать работу с властными структурами, То есть, в данном случае, это мэры городов, поселков и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, сегодня вводный урок, потому что, повторяю, дальнейшие уроки, они будут идти в закрытом режиме. Сейчас мы немножко поговорим о том, с чего в этом плане начать. Имейте в виду, само по себе предприятие, да, это вот кажется, вот там, какой-то сложный механизм и так далее, что там какие-то, туда тяжело залезть, там тяжело управлять. На самом деле, там все точно так же, как работать с людьми. Если вы умеете работать с людьми, вот, у вас проблем не будет. Если вы умеете работать с людьми в интернет, да, то есть удаленно, через телефон, имейте в виду, телефон, скайп, это обязательные вещи, вот, то это будет не проблема. Если вы умеете работать с людьми вживую, умеете проводить встречи, да, умеете преподать себя, преподать информацию, вот, проблем никаких не будет. И имейте в виду, что там отвечают люди, такие же люди, как и вы, такие же люди, с которыми вы общаетесь каждый день, принимают решения люди. Поэтому, начнем вот с чего. Значит, во-первых, для работы с юрлицами, да, заведите себе небольшую тетрадь, с которой мы, ну, там будет много информации. Много информации, которую вы будете перекачивать, и вам нужно будет эту тему отрабатывать. Это раз. Во-вторых, найдите возможность, чтобы у вас либо компьютер, либо у вас был диктопрон, чтобы вы могли записывать. Это второй момент. Вот. Чтобы вы могли отслеживать результат, каким образом будем отслеживать результат. Далее. Для тех, кто будет работать, в дальнейшем я предоставлю, я все накачаю на один диск, на один диск. Там будет информация о том, где проводились испытания. Сейчас говорю про Инвера для начала, да. Туда же будем добавлять и Ройл. Вот. В дальнейшем, если вы собираетесь работать в своем городе, у вас, вы должны быть упакованы документами. У вас должен быть полный пакет документов для предоставления информации. Имейте в виду, вам нужно будет держать марку, держать линию разговора, ту, которую мы с вами выработаем. Не прыгайте вправо-влево. И вы владеете ситуацией. Этим вещам мы тоже будем здесь обучать. Как правильно вести разговор. Чтобы не механики вас раздергивали, да, не механики вас, не директор вас гонял, вот. А вы вели, вот, при правильном подходе, что будет, да. Вы даете свое коммерческое предложение, вы рассказываете о том, что ожидает предприятие, если в случае сотрудничества вызывается механик, дается ему задание сделать вот это, вот это, вот это, да. А не то, что не будет вызываться механик, а говорить, ну что ты об этом думаешь. Я вам сразу скажу, как мы это можем сделать. Потому что это одна из сложностей, с которыми сталкиваются те люди, которые приходят на предприятие. Дело в том, что очень большие проблемы в том, что на предприятиях люди, есть люди, которые, которым невыгодно, а не выгодно, чтобы предприятие меньше тратило на топливо, на ремонт и так далее и тому подобное. Есть люди, которым просто это невыгодно. Есть люди, которые из-за своей недалекости не понимают свою выгоду. Поэтому здесь нужно будет уметь общаться на всех уровнях. Начиная от директора и заканчивая водителями. Так, кто еще не испугался, поставьте пятерочку в чате, пожалуйста. От такой перспективы работы. Поэтому одни из наших, один из моих учителей говорил, что, знаете, лучше, говорит, каждый день убивать по зайцу, чем год бегать за слоном. Имейте в виду, я вам не рекомендую, сразу скажу, не рекомендую все ставки полностью ставить на предприятие. Какое бы оно большое ни было, чего бы вам большого там не грозило. Не забывайте о каждодневной обычной работе. Обычной работе каждый день щелкая по зайцу. В то же время вы готовитесь к тому, чтобы уже добить этого слона. В дальнейшем работать будет несколько проще, потому что сейчас у нас готовится несколько еще отчетов. Ну, в данном случае мы больше работаем, то, что у нас есть, опыт работы, у нас по большей части все-таки есть по инверотапсу. Там легче показать преимущество и выгоду. Потому что, знаете, порой платинум там больше смотрят на затраты. Мы вычислим именно экономическую составляющую. Она есть, в общем-то, я ее видел в некоторых местах. Но она была в старых ценах, и ее сейчас сложно перевести. То есть я переведу ее уже тогда на современные цены. Вот. Здесь потребуется, скорее всего, даже привлечение опытных механиков для этого дела. И тогда мы уже будем подходить комплексно. Мы с самого начала будем подходить комплексно к этим всем вопросам. Вот. Итак. С чего начать? Во-первых, такой вопрос. Вот. Есть ли у кого из присутствующих в зале те, которые имеют выходы на дирекцию предприятий? Вот. Имеют личные выходы? Вот. Или же, вот, поставьте, да, имею, да, тот, кто имеет. Прямой заход, например, да, можно там зайти к директору предприятия и поговорить. Один момент. И второй момент. Нет, я никого не знаю. Или нет, не знаю. Да, то есть это будет холодный рынок. Виктор имеет, Владимир имеет, Владимир имеет, Галина не имеет. Имира имеет, не имеет, не знает. Итак. Хорошо. Смотрите, задание номер один. Во-первых, вот, у вас два варианта. Два варианта, да. Первый вариант. Если вы готовы работать на личных встречах, да, готовы, и вы уверены в том, что вы сможете ее достойно, хорошо провести, без каких-то особых проблем. Вот. Что вы делаете? Вы начинаете работать прямо со своего города. Первое, первое задание. Вы садитесь в интернет, справочники, понимаете, слюнявите пальчик и накручиваете, выписываете предприятия, да, с которыми вы начинаете работать. Автотранспортные предприятия разного характера. То есть, грузоперевозчики, эти, другие, третьи. Можете смотреть по объявлениям, можете смотреть по справочным материалам, неважно, где вы найдете. Вот, ваша задача выписать первые 50 предприятий, с которыми вы, с которыми мы начнем работать. Первый момент, да. Вот. Есть два варианта. Только отделаться интернетом, сразу скажу, не получится. Если кто-то думает, что он столько сможет отделаться интернетом, ну, я скажу, сразу не получится. Вот. Здесь, как минимум, добавка телефон должен быть. Как минимум, телефон. Интернет, телефон еще можно. Ну, я, например, последнее предприятие подписывал таким аккаунтом. То есть, предприятие в других городах, у меня желания, либо возможности туда проехать не было, и я все вопросы закрыл через интернет. Вот. Включая безналичный расчет. Все полностью закрыл через интернет и по телефону. Но телефон должен быть. То есть, одним интернетом вы не отделаетесь. Значит, структура следующая. Первое. Ваша задача на сегодняшний момент выписать порядка 50, начиная с 50 предприятий, которым вы начнете работать. Если, сразу же вам скажу, не старайтесь писать по принципу, вот, это большое, с этого я получу больше бабла. Вот, с этого я больше сейчас сниму. Вам нужен опыт работы. Вам нужен навык работать с этими предприятиями. Поэтому, выписывайте и с теми, с кем вы можете, знаете, вот так, имейте в виду, да, что это расходный материал. У вас, двери у вас закрыты не будут, да. Даже если вам скажут, что сегодня нет, нет и неинтересно, больше мне не звоните. Ничего там страшного нет, пройдет время, это уже другая тема. Но эти люди, эти предприятия у вас будут в вашей базе данных. Многие вещи меняются. Вот. Желательно, чтобы у вас был не только номер телефона, но и email. Не только номер телефона и email. Задача следующая, вот, сразу скажу, просто рассылки писать, бесполезное занятие. Совершенно бесполезная тема. Ходить пешком по предприятиям можно, у кого есть время. И, скажу сразу, сложно. То есть, первое, что вам нужно, подружиться будет с телефоном. Не бойтесь, ничего страшного там нет, вас никто не укусит. Вот. Схему работы по телефону будет закрыта на следующем нашем тренинге. Будет даваться спич, который я отрабатывал уже на предприятиях. То есть, я проходил курсы специальные. Там, где брал, звонил, у меня есть, сдавал отчеты. Алло, здравствуйте, бла-бла-бла, такой-то, такой-то, такой-то. Сказали, вот это поменять, бла-бла-бла, и вот такой-то, такой-то. Здравствуйте. Задача. Есть две задачи. Первая задача. Первая. Либо вы назначаете встречу, если вы готовы сразу встречаться. Да, вот такая тема. Если вы не готовы, да, то через интернет, то есть, через рассылку. Ну, не рассылку, а через письма. Вот. Вы готовите уникальное торговое предложение, от которого невозможно отказаться. Образец предложения у нас будет. Вообще, по-хорошему бы, конечно, есть компании, которые готовят специальные предложения. Вот. Посмотрим. У нас есть предложения, которые, в общем-то, работали, работают, да. Вот. В случае нужды, ну, со временем, если будут какие-то оплошности в этом плане, мы их проверим, но можно будет их заказать. В принципе, схема лучше, чем мы, этот продукт у нас никто не знает. Схему, как она заказывать, у нас есть. То есть, порядок проведения этого уникального предложения, у меня все эти вещи у нас тоже есть. Здесь можно будет немножко поработать, но готовые предложения, они уже есть. Следующее. Вы отправляете готовое уникальное торговое предложение. Вот. Даете время. Но. Сразу вам скажу, там будет конкретно. То есть, вы уже тут поджимаете по времени. То есть, вы вызваниваете. Сразу выходите на ключевого человека, который принимает решение, ответственный по этому вопросу. В дальнейшем вы присылаете ваше уникальное торговое предложение. Вообще-то, лучше будет делать через фирменные письма, чтобы было видно, что это солидная контора. Не Вася там от руки написал, тем более с ошибками, да? Вот. А через фирменные письма. Вот. Через. Спрашивайте, сколько времени потребуется для ознакомления и на какие вопросы нужно будет ответить. Вот. Для женщин и для мужчин, которые не уверены, для мужчин, которые не уверены, что смогут провести. Дальнейшая работа, ваша будет задача вывести на, ну, в данном случае, скорее всего, будет, для тех, кто в тренинге, буду работать я на, ну, на технический отдел. То есть, на глубокие технические вопросы будут отвечать технический отдел. В данном случае вы работаете как менеджер. Например, вы продаете, например, ну, например, минеральную вату, да, для утепления домов, да? У вас есть на руках определенные характеристики, да? Вот. Как она работает. Не то, что как она работает, а ее плотность, там, удельный вес, теплота и так далее. И, самое главное, вы знаете, что, сколько она стоит, как ее сюда доставить, сколько времени займет, это, это, это и это. И, знаете, сравнение с конкурентами. Вот. Но вам не нужно знать, как она производится, при каких температурах она там плавится, какие там, это каменная вата, какие породы там используются. Технологический процесс, она вам не нужна. Вы, в данном случае, работаете как менеджер. Поэтому ни в коем мере, я это говорю сразу женщинам, и сразу скажу, что мужикам, которые не готовы, например, работать, ну, даже, даже если вы знакомы технически, имейте в виду, начнутся умники вылазить, да, которые захотят вас вытянуть на свою территорию и там размазать. Они начнут вам задавать вопросы, которые вы не готовы будете отвечать. Она полезет вам в триботехнологии, триботехнику, вернее, умничать по поводу сплава, по поводу горения какой-то вещи. И я вам сразу скажу, что засунуть их и спорить, вот, если вы дадите себя ввести, встащить в этот спор, вы проиграете. Вы проиграете в любом случае, даже если вы знаете, и вы посадите его на пятую точку, и особенно если это будет женщина, да, его мужика посадил на пятую точку, и в том, что он считал себя королем, оказалось, что он полный лопух, ну, или слабоват оказался, да, но насколько будет уязвлено его самолюбие, да, что он сделает все возможное, чтобы этот контракт не состоялся. Так, поймите меня правильно. Поэтому здесь нужно важно вести себя правильно и психологически нужно себя вести. Итак, давайте я хочу спросить следующий момент. Так, поставьте цифру 1, кто ставит задачу личной встречи, и цифру 2, кто будет работать через интернет с техподдержкой. Так, Виктор, 1, 1, 2, 2, 2, так быстро, 2, да, хорошо, но имейте в виду, что следующий шаг, да, следующий шаг, он у всех будет одинаковым. Первое, что вы делаете, вообще первое, что вы делаете, вы сейчас оставляете эту базу данных, от вам времени до четверга, чтобы в пятницу уже могли начать звонить. Вот, это один момент. Группа, которая будет работать, ну, вопросы, которые мы будем работать, обсуждать по работе с предприятиями, они будут в чате тренинга. Больше она нигде не будет, записи распространяться больше нигде не будут, только для этих людей. Вот, ну, скорее всего, будет так, да, потому что закрытые темы, они будут все-таки закрытые темы. Следующий урок у нас будет потом, как правильно звонить, как правильно, ну, скажем так, заинтересовать и выйти на ключевого человека. Вот эти две составляющие, которые самые важные. После этого нам нужно будет знать вскрытие потребностей, что именно для этого предприятия самое главное. Потому что для кого-то, вот как для людей, да, вот если брать инвара, например, да, кому-то важна экономия, а кому-то на нее начхать. Кому-то важна мощность, а кому-то на нее начхать. Кто-то озабочен выхлопами, а кому-то на это дело начхать, да. Вот. Кому-то важно более длительный срок работы двигателя, да, более стабильная работа, ну, продолжительность, чтобы не ломалась. А кому-то это дело начхать. Ему мощность подавать, да. А второму, да, не нужна мне эта мощность, мне нужна экономия. Третьему, да, мне лишь бы, лишь бы она ходила, вот. Если будет меньше жрать, то хорошо, но лишь бы она не ломалась. Для каждого разное. То же самое и здесь. Мы, у нас должны быть подготовлены все нюансы по всем вопросам. Далее. Что вас еще ждет в этом направлении? Имейте в виду, что первые несколько сделок. Здесь нужно быть готовим к следующему моменту. Что предприятие захочет провести эксперимент, да. Здесь уже на ваш выбор. Вы можете соглашаться за свой счет, можете не соглашаться за свой счет. Вот. Как проводить первые тесты, да, как их провести, как их проконтролировать, я эти вещи вам объясню, расскажу, покажу. Вот. В данном случае не особо рекомендую вам, да, все эти вещи раздавать бесплатно и тестировать. Только в одном случае, только в одном случае это будет важно. Если это предприятие настолько знаковое, да, что если, что потом вы сможете уже спекулировать о работе с этим предприятием. Вот они это делают, да. Это предприятие в авторитете, ну, скажем так, у всего города. Тогда есть смысл потратить немного денег на продукцию, но очень важно будет провести правильное испытание. Во всех остальных случаях, я вам сразу скажу, вы подходите к этому не так, что возьмите, попробуйте. Ваш психологический настрой идет такой, что уже этим многим пользуются. И у вас на руках, вот, я к следующему уроку, я так думаю, что уже какую-то часть материала подготовлю, вот, по документации, что у вас уже это есть. То есть вы уже этим пользуетесь. И этим уже многие пользуются. То есть вам просто нужно присоединиться. Присоединиться. И все. Знаете, вот, когда... Сейчас, те, кто вот заходят на рынок, да, вот, совершенно новые какие-то компании, у которых выделены огромные деньги на пробу, на бюджеты, да, ну, бюджетные какие-то деньги выделены, вот. И они заходят, вот, и раздают на пробу. По большей части таких вещей сейчас уже нет. Например, там выходят какие-то новые масла, они просто показывают, что вот мы новые, мы классные, вот так далее, покупайте, да. Мы можем нам дать скидку, например, да, или же какие-то там эксклюзивные права, если вы будете много покупать, то кого вы будете покупать. Но, еще раз повторяю, два варианта. Если вы продаете, пока вы экспериментируете, если у вас покупают малыми партиями, там, одну-две тесты машины, продавайте в розницу. Вот. Условие такое, пока я вам тестирую, пока я вас довожу до гарантированного результата, да, пока вы получаете результат, да, вы тратите мое время, и я, ну, я буду тратить, я буду вас вести. Вот. За это разница между оптом и розницей, вот, ну, вот это моя цена, моя работа. В дальнейшем вы будете покупать по цене значительно дешевле. И очень важно будет сразу сделать технико-экономическое обоснование. Этим мы будем обучаться у нас на тренинге. Итак, повторяю, задание. Выписывайте предприятие. Если не хотите, чтобы это были, хотите поэкспериментировать, выписывайте соседние города. Вот. Если вы хотите, просто позвоните, вот, потренироваться. Имейте в виду, что какое-то определенное количество времени вам нужно будет тратить на работу с этим. Это может быть полчаса, это может быть час. Имейте в виду, что разговор должен быть не более двух минут. Это потолок. Даже слишком много, потому что вы слишком много будете объяснять по телефону, это бесполезное занятие. Вот. Старайтесь выпить из предприятия там, чтобы тоже был e-mail. Что вы могли отправить почту и таким образом, особенно если, ну, и на огороде предприятия. Если вы собираетесь встречаться только напрямую в лоб, у вас все эти вещи должны быть на руках. Ваша задача только назначить встречу. И все. С ключевым человеком. Если интерес есть, пожалуйста, вот здесь. Просто ходить по предприятиям не рекомендую. Тяжело кого-либо застать. Если вы застаете кого-то на месте и человек, ну, вклиниваетесь в его график, да, он сидит ему, дураку, делать нечего, да. Ой, ну, больше будет интересно с вами поспорить туда-сюда, поговорить и так далее. Там, ну, редко встретишь толкового директора, у которого, который сидит и у него, блин, ну, ему просто делать нечего. Понимаете? Вот. Здесь соблюдайте деловую этику, вам нужно будет заранее договориться о встрече. Те же, кто будет работать через e-mail, еще раз говорю, готовьтесь по телефону. Так, это общая тема. В дальнейшем все эти моменты вам все полностью распишем. Вопросы ко мне какие-нибудь есть сейчас? Смотрите. Пробовала, звонила. Сказали, что рассмотрят, ответа нет. Поймите, здесь нужно соблюсти определенный порядок действий. Сначала вы звоните, да, находите ключевого человека. Это раз. Спрашивайте, сколько единиц техники, сколько они там живут, и насколько это дело для вас актуально. Что для вас актуально, и сохранность машин, экономия, и то, и другое. То есть, для того, чтобы что-то предлагать, вам нужно вскрыть потребность. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы двигать дальше, для того, чтобы двигать дальше, для того, чтобы двигать дальше, вам нужно подготовить уникальное торговое предложение. То есть, от которого сложно отбрехаться, понимаете. Вот, при правильном подходе, смотрите, что делается. Вот, имейте в виду. Вот, например, отправляют механику, и механик говорит, а, это все фигня. Решать вам, конечно, да. Имейте в виду, что здесь включаются несколько другие технологии. Тут идут рассказы, да, целенаправленные рассказы, страшилки и так далее. Вы знаете, там вопросов нет. К сожалению, у моего друга, не говорите, что у вас, да, что вы были, или у нашего партнера в городе Энском, был такой случай, он приходил с предложением, правда, напрямую пришел с предложением к механикам. Механики сказали, да, это все фигня. Вот, ну, развернулся, ушел, там, работал с другими. А потом, через полгода, на него вышел директор предприятия, где-то он на выставке выступал, такая вещь. То есть, вышел директор предприятия и спрашивает, а почему, мол, не работают с ними, например, да, и так далее. Ну, или каким-то образом оказалось, что тот сказал, я приходил к вам на предприятие, мне отказали. И когда подсчитали на уровне этого предприятия, какие деньги предприятие могло сэкономить, а не сэкономило от того, что механик отмахнулся. Вот, я не знаю, там, механик точно с работы вылетел, вот, а уже ему там счет выставили за эту тему или нет, я не знаю. Ну, с работы он вылетел, вот такая тема. А часто они прекрасно работают и так далее. То есть, вот такие страшилки иногда, да, то есть, чтобы люди, вам нужен ключевой человек, человек, принимающий решение. Поймите, если вы пойдете снизу, ну, там хороший сторож, у вас хороший знакомый, хороший знакомый водитель, например, да, ну, водитель говорит, да, я вот, вот, мы сейчас, да, я согласен, вот, если бы у нас у всех такое было бы, да, класс, но он не принимает решение. Принимает решение тот человек, кому это выгодно, кто отвечает за деньги и кому это выгодно. Поэтому ваша задача залезть на самый верх. Либо уже, если вы идете где-то там через тот человек, который принимает решение, ну, он не хозяин этого дела, вы его сажаете на откаты, грубо говоря. То есть, вы показываете его преимущество. Это может быть финансовое преимущество, может быть, да, такая тема, может быть за счет скидок, может быть еще какие-то вещи. Некоторые моменты я вам расскажу, потому что, повторяю, многим механикам невыгодно, чтобы техника не ломалась. Это вот реальный случай был в городе Сочи, вот, я не буду говорить механик, вернее, начальник, это начальник был, да, транспортного отдела, там, ну, одной организации, да, вот, даже, ну, хозяин этой организации, грубо говоря, это муниципальная, это городская, то есть, это не его частная была контора. Говорят, вот, выгодно, смотри, не ломается экономия, вот, и так далее. Это еще перед Олимпиадой было, вот, 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 Олимпиада должна была быть. Он сказал так, экологию, говорит, уже убили, говорит, та, что, говорит, там, говорит, и что об этом говорить. Бензина, говорит, у нас вот так хватает, понимаете, ну, нахрен, не ломается. Да, мне, я не знаю, куда, как списывать, это, как его, как, как запчасти списывать. То есть, им глубоко начхать на эти вещи, понимаете, вот такая тема. То есть, здесь нужно знать, куда и как подъехать, через кого подъехать, вот такие моменты. Работа с муниципальщиками, с городскими властями, тоже будем пробивать, вот, будем с этим работать. Это уже будет следующий этап. Так. Телефоны. Да, конечно, на сайтах телефоны не те, кто принимает решение. Для этого есть телефон, вы будете звонить, проходить через секретаря, ребята мои. Все правильно, секретарь или поддиспетчер, все правильно. Вам нужно пройти, будет, через этот путь. По телефону, пройти через него, например, да. Вот, где-то получится, где-то не получится. Сразу, например, да. Вот, ну, этому я вас буду учить. Этого буду учить. Все не так-то просто, ребят, все не так-то просто. Да, потенциал, возможности огромные. Ну, ничего. Хотя, я вам скажу так, что продажа предприятию, по большому счету, не сложнее, чем продажа частному лицу. Навыки, по большому счету, те же самые. Те же самые люди. Да, другие объемы, другие возможности. Я вам сразу скажу, что я отказался, фактически отказался от продаж в розницу. Ну, продаю в розницу там до пяти комплектов. Пять, шесть, может быть, да, максимум. Потом я уже говорю, ребят, давайте вон, лучшим оптом покупайте там и все. Так, какие еще ко мне вопросы есть по этому, по этому делу? Если вопросов нет, то вводная часть, на сегодня она будет, мы закрываем ее. Вот, потому что следующее пойдет уже в закрытом режиме и практика пойдет. Конечно, все инструкции, все полностью, все пошаговые инструкции, спичи. Что именно говорить, как говорить, каким, как улыбаться перед тем, как говорить. Все эти вещи все будут. Но имейте в виду, повторяю, у вас должно быть, вы должны иметь под руками записывающее устройство, чтобы вы могли записать и прослушать потом, что и как вы говорите. Вот, настройте у себя отправку фирменных писем. Именно фирменные письма для юридических писем не создавал пока еще, да. То есть мы их будем упаковывать, и по ходу дела, когда к этому делу дойдет, оно уже будет готово. Вот. Да. В день, имейте в виду, вам нужно будет, ну, хотя бы отрабатывайте. Так, поймите, здесь статистика точно такая же, да. Вам нужно те же самые 10 звонков делать ежедневно. Минимум 10 звонков делать ежедневно. Поверьте мне, поначалу будут ломать. Вы будете смотреть на этот телефон и думать, блин, что здесь, как, как, как с ним делать. Ну, не у всех, конечно, да. Отойдитесь к этому, как к обычной работе. Вот, вы пришли на работу, да. А, вам дали базу данных, вам нужно им отзвонить. Да, вы имеете процент, вы имеете процент с того, если они купят. Но вам с ними детей не крестить. Вот. Ну, вот, для того, чтобы вам дали какой-то базовый оклад, да, чтобы вас не выгнали с этой работы, прибыльной работы, вот, вам нужно ее отработать. И вы просто берете и звоните, да. Совершенно равнодушно к тому, что он скажет вам, да или нет. Итак, если вопросов нет на сегодня, достаточно. До свидания. Вот, вся информация будет уже дальше, больше и глубже, уже в закрытом режиме. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok